Дорогие друзья, в эту пятницу весь еврейский народ потерял главу поколения. Не только семья, не только город Бнейбрак, не только страна Израиля, а весь еврейский народ и весь мир, в буквальном смысле, потерял великого праведника, Равхаима Каневского. Пока праведник живет в этом мире, заслуга праведников спускается в этом мире. Образделенные благословения, заслуга их изучения Торы, заслуга ихней молитвы сохраняет и защищает евреев, защищает мир. И Равхаим, как нам всем известно, великая душа, которой удостоился наше поколение, которую удостоились мы, даже если мы не видели никогда его лично, жить в этом поколении, где Равхаим жил. Мы даже не можем себе представить, сколько благословений, которые спускались на нас, благодаря этого праведника. Равхаим, дорогие друзья, как нам всем известно, изучал всю Тору, заканчивал всю Тору, Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд, Шуханарух, весь Устной Тору, от года в год. От года в год он делал сиюм эрэв, Песах. Вещь, которая... Даже невозможно сказать, что есть несколько людей, которые такую вещь делают. Эхад бедоро один в поколении. Равгешу Ледерштейн, дай Бог ему здоровья. Но его господи сказал, вместо Равхаима заменить кто-то есть, который может сравнить тот величие, которое он нес с собой в этом мире, это невозможно. Нету. Гавра-раба великого человека, так как Равхаим, потерял весь еврейский народ. Кроме того, что мы как весь еврейский народ, даже если мы не зная его, прямым или косвенным образом получали то гигантское влияние, которое это право не приносило в этом мире, сколько людей, благодаря его советам, удостоились, то это будет Ши-дух, только лично в нашей общине, трое из людей, которые взяли от него благословление, удостоились Ши-духа. Сколько людей, которые были бездетны, или они болели, из-за его благословления Равхаима, благословления сбивались. Без никаких вопросов, слова Равхаима, это был закон для всех. То это не было простых вопросов, которые можно или нельзя. Люди ходили под серьезные операции только по советам Равхаима. Равхаим говорил, это был закон, это было понятно всем, то будет религиозный, то будет нерелигиозный. Человек, у которого было чуть-чуть ощущения, понятия, какой великий человек есть в нашем поколении. Для всех это был закон. Я лично знаю человека, женщину, которая годами, у нее была сложность остаться беременной, у нее были проблемы, то что постоянно были выкидыши у нее. Равхаим, пришли в Ашировин Равхаима и сказали то, что вот так, вот так, Пусто на полу примет вот это имя, и слава Богу, у нее родился ребенок здоровый. Благословление этого правонника столько людей спас, и не только то, что спас, дорогие друзья, да и скольких людей Равхаим являлся примером и вдохновлением, чтобы приближаться к иудаизм. Его изучение Тора и его любовь к евреям просто был безограниченный, без никаких границ. Любовь к евреям. Тот момент тогда, когда люди приходили к нему, не только люди, которые из бнееврака, которые черно-белые одеты или так далее, студенты или то будет, любого типа абсолютно людей, только чтобы увидеть этого великого праведника. Как один человек сказал, говорит, я не знаю, что такое святость, пускай не религиозный человек, я не знаю, что такое святость, я не знаю, что такое душа, но заходя в эту комнату, где Равхаим сидит, и как он изучает Тору, посмотрел на него, я понял, что такое душа, я понял, что такое святость. И этот боль, этот царь, который получил еврейский народ в эту пятницу, дорогие друзья, что Равхаим Каневский в возрасте 94 года покинел нас. Равкешан Эйдерштейн сказал в своем эспет Равхаима то, что происходит определенная пустота, так скажем, когда праведник уходит от нас, и тогда не речь идет о простом праведнике, о таком великом праведнике, о таком ведущем поколении, так как Равхаим был. Происходит определенная нехватка, то, что тот шефа, тот благословление, тот влияние, духовное влияние, который приносил Равхаим в этом мире для всего, для всех, то будет материальный, то будет духовное влияние, то будет благословление. У нас сейчас этого все не хватает. И, конечно же, тот влияние, которое он давал, тот богобоязненность, который людей получили, посамтрев только на него, приходя к нему дома, или через его изучение Торы, которое приходилось в этом мире, это всего на самом деле не хватает. И мы, каждый из нас, даже если мы не понимаем, где, каким образом, как я уже до этого объяснил, прямым или косвенным образом, мы все получали что-то от Равхаима. Мы обязаны каким-то образом отдавать что-то назад для его Лилюнишмат, для его возвышения души, этого великого праведника. Тем то, что мы будем в состоянии что-то взять для себя, усиливаться в том, то будет урок от его жизни, который мы можем взять, или в том, то, что он станет для нас примером для принимания на себя определенных вещей, то будет усиливаться в изучении Торы или богобоязности, в том, то, что сейчас не хватает в мире тот пустота, который сейчас произошел в мире. Это будет тот отблагодарения и тот возвышения души еще больше этого великого праведника. И это то, что мы можем делать в сегодняшний день. Как один человек сказал, пришли, как говорят, больше миллион человек на его похороны. Столько людей онлайн-лайв смотрели со всего мира. То будет Европа, то будет Америка. Мы сидели здесь, в Берлине, смотрели в Лайв, все с Педим, все, как Розельберштейн, как его сын, как Горокешин Элерштейн, говорили про него, величие, говорили про него слова и И как проходила вся эта похорона. Столько людей порвали свою одежду, когда услышали эту трагедию. Что в этот момент, я уверен, в каждом из нас произошел такой момент истины, искры, который прошел в наших сердцах. А где сейчас находится Равхай? Равхай, который весь его жизнь одарил Торе, можем себе представить, как он великом и святом вместе сейчас находится в будущем мире. Какой у него дел есть сейчас в будущем мире. В этот момент истины, когда все абсурдно остается позади и никто не думает о каких-то внешних факторах. Все забывают обо всем, об этом материальном мире, об работе. Момент истины. Это истинная жизнь, которой жил на самом деле Равхай. Изучение Тора, служение Творца. на его уровне понятно же. Где он находится без сомнения, то, что его присутствовали, к нему пришли, чтобы встречаться все вот так души, все великие души, все малахи. И это тот урок, который Хаим оставил нам больше, может быть, больше, чем я лично, который, а некоторых людей, которые могут чуть-чуть об этом поговорить, то, что были тот примером, как эту жизнь можно использовать максимально правильно, максимально истинно, максимально отдавать тебе ради вечной жизни. Айдио ламаба. Я бы хотел с Божьей помощью, может быть, постараться с вами вместе сделать маленький урок, урок, который я думал, что, может быть, будет уроком для меня лично, который я могу взять на себя и будет, мне кажется, честно поговорить о тех вещах, которые я сам могу что-то взять и поделиться могу с вами, может быть, вместе можем что-то действительно взять для нас, для нашей жизни, вещь, которая реальна, вещь, которую возможно взять и взять за что-то за какую-то реальную вещь. Дорогие друзья, Рафхайн один из великих вещей, который был в него, до невероятной осторожности использования времени, использования его часов и даже минут правильным образом. рассказал рассказал его сын то, что Рафхайм Канеевский захороноли в Рахам на педе, когда приходил и как всегда понятно, то, что еда была всегда готова и стол был всегда на месте тогда, когда должен был прийти Рафхайм, приходить из Колеля. Рафхайм никогда не садился кушать без его жены. Его сын, который являлся свидетелем этого всего, говорит, иногда, говорит, была такая вещь, что нужно было подождать минуту-полтора, пока жена Рафхайма за Хрисады годошли в Раха могла прийти и сесть, чтобы они могли начать трапезу. Минута-полтора Рафхайм сразу же бежал за штендером, книжкой и сделал изучал ТОР. Полтора минуты. Минута посидеть, что-то. Полнейшее использование, максимальное использование своего потенциала, своего даже миллисекунду. Рассказал его сын то, что Рафхайм когда давал шиуры уроки на Иерушалме, обычно Иерушалме нужно изучать, потом давать на эти уроки, величие вообще идет речь. И Рафхайм в какой-то момент перестал, решил, что он хочет перестать давать уроки на на этот Алмуд. И спросил его сын папа, почему ты перестаешь давать шиуры на это даже вели, это такой большая вещь, что слушать уроки Иерушалме и так далее, это большая вещь будет для людей. Он сказал, жалко времени. Папа говорит, о каком времени идет речь, изучение Торы, есть ли что-то больше, чем изучение Торы. И говорит, сынок, не о изучении Торы, который шиур идет, нет, время подготовки, жалко время подготовки. Спрашивает сын Рафхайма за 22 годы шли враха, папа, сколько тебе минут или сколько времени тебе нужно, чтобы подготовиться для шиура и Иерушалме? Сказал, сынок, пять минут, пять минут. Человеку было жалко пять минут, и он говорит, хавал алазман, жалко говорить их пину пять минут. Вы можете себе представить, о каком тщательности идет речь, каждая миллисекунда была рассчитана для сужения Ашема, каждая миллисекунда. Мы все понимаем, речь идет о величии, который можно себе представить, о каком душе идет вообще речь, и чего удостоился еврейский народ, что Ашем послал такую великую душу в наше поколение. Но я уверен, что каждый из нас в нашем уровне, где мы не находились бы, не даже находиться в его доме, быть его детьми, или жизнь в Бнебраке, или в Израиле, где мы находились бы, то будет в Германии, то будет в Америке, неважно. Вы да, состоянии что-то на нашем уровне, взять маленький урок для нас. Как мы можем использовать наше время правильным образом? Если Рафхайм, человек, который жил в наше время, это не Хафецхайм, который жил 250 лет тому назад, это не Рабьё Севкару, который жил 500 лет тому назад, или Рамбам, или Раши, или Рабьё Акадош, или Геуним, Танаим, Ришуним, Львим, Давида, Мелех, или Мошь, Рабейну, нет. Дорогие друзья, сегодня мы удостоились жить в этом поколении. И Рабхайм был примером, что мы в состоянии использовать наше время, нашу жизнь правильным образом, наилучшим образом, не пропускать время на простоту. Кажется, сейчас речь, я не говорю сейчас полностью абсолютно все поменять, или что только нет, даже пару секунд, пару минут, если мы возьмем наше время, в течение нашего дня использовать это правильным образом, это будет невероятный большой захот для, как я уже сказал, для отблагодарения Рабхайма. Это будет великий урок, который мы можем взять от его жизни, который он был примером этого всего, один из вещей, которые мы, конечно, находим в него, и великим возвышением души для него тоже. Нам было до нас столько возможностей, чтобы делать доброе дело вокруг нас, дорогие друзья. У нас есть невероятные большие возможности вокруг нас, которые окружают нас ежедневно. С того момента, когда человек просыпается, человек идет с этого мира, у нас есть время, которое было подарено от Творца, и это время, оно у него есть невероятно большая ценность. И это время можно использовать невероятно позитивным образом, которое можно достичь для наших семей на веки веков успеха и благословления и помощи Всевышнего, которые мы не можем даже себе представить как одно действие, правильное решение, правильное использование нашего момента. Что это может служить для нас или для наших детей на веки веку? Давайте постараемся с Божьей помощью посмотреться на счет мудрецах понять чуть-чуть, что это значит одно действие в жизни человека, что это значит одно решение или же одно доброе дело, которое мы можем на самом деле делать. Дорогие друзья, в конце недели главы Вайкра Раши приводит нам Торат Куани Тиночо мудрецы описывают нам о величии одной действий, которое человек делал в этом мире. Я хочу вам прочитать и перевести то, что там написано. Раби Йоси говорил тут Раби Йоси речь идет о поколении Таноим 200-20000 лет тому назад «Ем Невшиха лейдам матас хараш של цадикин ты хочешь знать какой заслуга есть у праведников? Посмотри, цевел ламат мэддам ришон идти посмотри ад аддам ришон первого человека שלא нитстава элла ал митсвад ло тасэ бавра ле аддам ришон первого человек адам он була заповедена одна единственная митсва не кушай с этого дерева нельзя было кушать дерево познания добра добра и зла рей кама миттот не кнесу алла бульдорута иди посмотри один лишь творец ему заповедовал и тем то что он не выдержал что вышло сколько наказаний сколько страданий сколько смерти вызвал на поколении поколений до сегодняшнего дня не был бы этот грех не был бы смерть в этом мире не был бы эти наказания не было бы страдания в этом мире это все то что мы страдаем все то что есть это все из-за того что адам ришон покушал с этого дерева но сейчас смотри как это когда человек одно действие делает Адама ришон неправильно Теперь говорит тут нам, рабьёсы, иди смотри, мой дорогой, какое качество больше у Творца? Качество, которое он проявляет в этом мире, милосердие или качество правосудия? Написано на наших святых книгах, так написано в Торе прямым образом, то, что качество проявления Творца в этом мире, милосердие, 500 раз больше, чем правосудие в этом мире. Теперь смотри, если говорить правосудие в этом мире, и плохую вещь, которое происходит в этом мире, оно меньше, чем милосердие в этом мире, и пришло такие страшные наказания из-за греха до Моришона. Иди смотри, сколько будет заслуга за заповеди, которые человек делает. Одно негативное действие вызвало такие гигантские вещи. Теперь смотри, что будет ожидать человека тем, что он делает одно доброе дело. Человек, который не делает какие-то запрещенные вещи. Человек постится в День Юм Кипура. Кто знает, что мы сегодняшний день у нас есть хлеб на столе, или у нас есть какая-то защита, или то, что у нас есть машина. Из-за того, что наш прад, прабабушка или прадедушка 20-30 лет поколения тому назад делал доброе дело, и сегодня его заслуги не приходят к нам. И то, что без сомнения, как наши мудрецы говорят, то, что мы удостоверяемся приближаться к Творцу, дорогие друзья. Говорят наши мудрецы, без сомнения, это только потому, что у нас есть заслуги наших прадцов. Наши бабушки, дедушки, у них были какие-то гигантские молитвы, из-за этого мы сегодняшний день садимся и можем приближаться к Творцу. Без этого человек не может приближаться к Творцу, удостоиться такой великой вещи, нужно иметь заслуги. Дорогие друзья, что тут говорится? Одно доброе дело, даже не говоря, человек пошел, спас кого-то от смерти. Человек сидит, емкий парень, ничего не делает. Ничего, ничего не кушает. Ни кошерный человек не трогает. Просто отказаясь от этого, сколько человеку достаивается для него, для детей, для всех поколений, до всех поколений до конца. Столько заслуг человек может достойться. Это говорил тут нам Рабьёси. Потому что Рабьёк Кива объясняет еще. Я хочу вам рассказать. Еще одно мнение, которое говорится тут. Рабьёси, Рабьёк Назарья говорил. Что написано на втором. Человек делает, у него есть поле, и он хочет собрать поле, он собрал все вещи. Есть несколько как бы урожая, несколько как бы волокна, пшеницу, которую он забыл на поле. Проходят бедняки, есть такой заповедь, что человек, который забыл этих пшениц, то бедняки у них есть право прийти и забрать. Пока это еще со стадием человека, он не может прийти взять, который есть только после определенного времени, когда все бедняки пошли от этого, в этом поле. Но, как описано то, что человек забыл в своем поле пшеницу, и пришел там бедняк, забрал, и это заповедь для человека. Что человек получает, какой заповедь, заслугу, какое благословление получает человек ради той пшеницы, которую он забыл на своем поле, он даже не знает. Он не знает, он вечный человек пошел, взял, перечислил деньги бедняку. Нет, дорогие друзья, он даже не знает то, что он вообще забыл там, он просто забыл там. И там есть, пришел бедняк, взял. Говорит Творец, из-за этого Творец тебе благословляет. А Шейм благословляет человека ради того, что бедняк сейчас возьмет, и ты вообще абсолютно, ты даже не знаешь, что там произошло. Ты даже ничего не сделал ради этого, просто забыл. Не зная, Творец тебе благословляет. Говорит Творец тебе благословляет. Говорит Творец тебе благословляет. В этот момент в Шамайме записывается у тебя заповедь. Почему? Потому что на том поле кто-то пошел бедняк и забрал. Говорит Творец тебе благословляет. Деньги. Он ходил на улице, ходил в Иерусалайме, Ракодеш, ходил. И упал у него деньги. И пришел бедняк и нашел эти деньги. Что мы сказали? Это митцва или не митцва? Человек ничего не сделал. Говорит Рабелеза бен Азария, у него есть митцва. Человек даже не знает, он потерял просто деньги. Пришел бедняк, нашел. Пришел, покупал у себя хлеб. Творец зашитывает ему митцву. А Шаин дает ему благословление. И можем себе представить, дорогие друзья, даже не зная какой-то вещь, которую мы делаем, Творец дает особенно заслугу. Настолько, настолько много. Подумай, когда человек идет и делает от своих рук какое-то доброе дело, дорогие друзья. Добрые дела. Человек просто ничего не знал, у него уже есть заслуга. Человек, который пришел и делает, как уже сказали от Рабьеси. Что сказано про Рабьеси? Человек, да, столько полагается и человеку заслугу. За то, что человек сидит и просто ничего не делает. Просто человек не делает, сколько у него на поколение поколение полагается. Если даже по мнению Рабьеси, Рабелеза бен Азария, не зная человек, он уже получает заслугу. О каких благословлениях идет тут вся речь? И в этом мире, и в будущем мире. Дорогие друзья, есть очень интересная геморрая в трактате Макот. В трактате Макот рассказывается о следующем моменте. Есть очень известный и простой вопрос, который мы можем против вас задать от нашей недели главы. На сегодняшний день главы Парашат Шмини рассказывает о кошерной еде. Рассказывает, какие животные кошерные, какие животные некошерные. Рассказывает о всяких млекопитающих, которые нельзя, то, что они нельзя, и разные животные, какие симонимы, какие знаки и так далее и так далее. Дорогие друзья, в геморре Масахат Макот задается следующий вопрос. Почему Тора запретила, мы знаем, кровь, кровь кушать? Правильно? Говорит он нам геморрая, «Умай им адам шинапшошел адам к отца Багема порыш мемену мекабель сахар». Человек получает заслугу за то, что человек не кушает кровь. Кровь? Кто будет кушать кровь? Но говорят наши мудрецы, что даже не смотрят то, что человеческая душа противна, он не желает, у него нету не то, что тяжести, ему противно на самом деле это. Ему противно кушать кровь. И Тора сказал «Не кушай». Значит, если «Не кушай», написано в Торе, то человек, когда не делает, он тоже получает за это заслугу. Мы не получаем только заслугу за наши добрые дела, которые мы активно что-то делаем. Когда Тора говорит нам что-то «Не делай», мы тоже получаем за это заслугу. Значит, Тора, когда сказал нам «Кровь не кушай», мы тоже получаем заслуга, несмотря на то, что я бы лично даже без заповедей не пришел бы к этому и не откушал бы это вообще. Говорит он нам, наши мудрецы, Умай и мадам шинапшоши ладам кацаба гем опорошь мемену мекабель сахар. Вещь, что такое, говорит, человек, который не кушает кровь, вещь, которая противна человеку и несмотря на это получает он заслугу. Кезельве раё шинапшоши ладам и табе лагем аллахат кама векама. Говорит он, наши мудрецы, воровство и разврат, где человеческая душа тянется, у него есть тяжко к этим вещам воровать или же страсть другим женщинам развратничать. Это вещи, которые человеческой душе очень сильно, у него есть тяжко к этому. Настолько, настолько больше, что человек получит за это заслугу. За маленькую вещь, незначительную, противную вещь человек, он за это всем дает ему благословение, дает ему заслугу. Настолько много вещь, которые тяжело человеку, настолько больше, что человек получит за это заслугу. Когда человек не ворует или когда человек отходит от разных вариантов разврата. И тут написано, дорогие друзья, смотрите здесь. Раби Хананья Бен Акивай говорит, Раби Хананья Бен Акивай говорит, что Творец захотел удостоит еврейский народ, и из-за этого он уборщил им много Торы и заповедей. Как написано, Раби Хананья Бен Акивай говорит, Раби Хананья Бен Акивай, То, что зачем у нас столько заповедей Зачем у нас есть вещи, которые Так как раньше тут объясняют нам Сколько у нас есть митцвод Который вообще не нужно было Сказать, что человеческая душа не захочет Никто не захочет кушать муравей Никто не захочет покушать Какой-то там Не знаю там Муху какой-то Никто в глаза, в голову даже не приходит Но почему Творец это нам все-таки написал Почему? Потому что Творец Хочет нас удостоить Много митцвод И поскольку Творец хочет Чтобы мы удостоились много митцвод Из-за этого Творец Из-за большой любви к его детям Сказал, мои дорогие, любимые дети Я хочу вам дать много-много митцвод Чтобы отказаться от этого Чтобы удостоились Больше заслуг Больше заслуг Человек сидит и ничего не делает Он пассивный, получается это заслугу Он не кушает это Он не кушает это Он не трогает Он в съемке курса соблюдает Он ничего не делает Так как положено Получает за это заслугу, дорогие друзья Тем более, тем более Когда вещь, которая тяжелая Сколько заслуг человек получает ради этого Теперь Есть у нас тут очень интересный концепт Который хотел бы в связи этого вам Рассказать вещь, которая раскрывает нам тут Бейталеви Есть митраж, который говорит нам в следующий момент Из митраж, в медведь, который говорит Эмар Раби Ицхак, Эмара Кадош Бурху Сказал Раби Ицхак Сказал тварец Сидышвиш То, что творец обращается к душе и говорит То, что душа Я сказал про тебе Будь осторожным, будь сильным Чтоб ты не кушал кровь И ты выходишь И ты грешишь Это написано Значит, творец обращается к душе Нефеш, это более нижний уровень души То, что я заповедовал тебе Чтоб ты не кушал кровь И ты все-таки приходишь И кушаешь на самом деле кровь И ты все-таки выходишь И делаешь на самом деле грех Это же нужно понять Как что душа идет И кушает на самом деле кровь Выходит, человек приходит Такой в мысли Чтобы Покушать Кровь И от этого творец Именно очень сильно Требует от него Как ты можешь на самом деле этого делать Мы не зайдем на самом деле Во всем объяснении Тут Пейта Леви Как он красивым образом Это все Из Псуки Это все на самом деле Объясняет здесь Но есть Очень интересный Талмуд В В Сахатурайот Где наши мудрецы говорят То, что Есть такая реальность Что человек Он да придет Даже покушать Какой-то вещь Которая не кошерная Как допустим Комар Только потому что Эта вещь запрещена Только потому что Эта вещь запрещена Говорят Наши мудрецы Есть такой Тяжко Есть такой Определенный Ецарара Страсть Не страсть Что Человек Желает Муравей покушать Или Муху покушать Или комара покушать Только потому что Так как Допустим Другой вещам Так как Воростой Или там Скажем так Вещи которые Человеческая душа Как разврату Все таки Человеческая душа Действительно Тянется к этому А человек Хочет Именно попробовать И узнать Его вкус Только по причине Потому что Эта вещь запрещена Говорит нам тут Пайталевий Невероятная Большая основа В душе Человека И большую основу Во всем Иудаизме Что есть Такая реальность Дорогие друзья Что Без того Того Творец Нам заповедовал Что-то В действительности Мы Сам по себе Человеческая душа Сам по себе Он бы Не тянулся бы К этим вещам Нету Человеческой Тяжелся к этим вещам Из кучи вещей В этом мире Как мелькопытающие Или комары Все такое Человеческая душа Не пошел бы На самом деле К этому Но что Только Потому что Если у нас Заповедь Этого Не делать Рождается Особенный Яцерара Создается Тут у нас Особенный Тяжко От Яцерары Ааа Это запрещено Нужно попробовать Как говорится Запретный плод Сладок Он Хочет этого Запретный плод Сладок Обычно Говорится Про вещи Которые Действительно Человеческая душа Тянется Это Скажем Такой Искаминопонятий Да Как Не знаю Запрещенные Какие-то вещи Которые По правде Тянется Но Мы говорим Здесь Даже Вещи Которые Нет У Человеческой Человека Тяжести Но Есть Яцерара Особенный О Эта Верь Запрещена Я Давка Именно Хочу Попробовать Давка Именно Хочу Именно Пойти И Делать На самом Деле Эта Вещь И Я хочу Вам Показать Невероятный Большой Удивительный Митраж Который Рассказывает Этот Митраж Дорогие друзья Про Хаву Про Хаву Митраж Написано То Что Что Был Один Человек Дает Пример Такой Который Пошла Его Подружка К Женщине Своей Подружке И Спрашивает Ее Как Твой Муж Ведет Тебе По Отношению К Тебе Сказала Она Он Все Доброту Он Делает Все Хорошее Абсолютно Для Меня Только Говорит Один Вещь Есть Один Вещь Которую Он Говорит Меня Там Не Заходи Там Не Заходи Кроме Вот Этой Баночки Которые В Которые Полны Змеи Он Говорит И Скорпионов Он Говорит Меня Там Тебе Нельзя Трогать Этого Говорит И Не Трогай Амрала Эта Женщина Ее Подружка Которая Кович Легкая Подружка Сказала Ему Колку Змином Шелло Шан Ты Знаешь Что У Него Все Его Драгоценности Все У Него В Этом Баночке И Значит Почему Он Тебе Запрещает Не Трогать Этого Человека Услышал Голоса Плачи Как Она Плачет И Рыдает Амраск Амартла Сказал Он Ей Может Быть Ты Поставила Свою Руку В Эту Баночку И Это То Что Сказал Ашем Адам Аришину С Этого Дерева Ты Покушал Который Я Сказал Не Кушай Амина Это Ши Цветиха Может быть Это Той Дерев Который Ты Запретил Ты Кушал Значит Другими Слово Если Переведем Сейчас Для Нас Эта Женщина Не Была Никакой Вещи Он Звал Это Скорпион Это Плохо Там Но Что А Это Мне Нельзя А Это Что То Не То А Дом Решено Было Этот Именно Пример Дано Что А Нельзя Эта Вещь А Нужно Попробовать Это Определен Тяжко Именно К Этому Это Определен Тяжко К Этому То Что А Да Давай Действительно Попробовать Да Действительно Взять Эта Вещь И Дорогие Друзья Здесь Невероятно Большой Геморрак Который Приводится В Раши В Конце Пороша Шмени Невероятно Большой Раши В конце Котатора В конце Пороша Шмени Наши Недельные Главы Рассказывает О Всех Запрещенных Животных И Вещи Которые Нельзя Нам Кушать И так Далее Написана Там Следующая Вещь Не Оскверняйте Ваши Души Ваши Другое Объяснение И теперь Смотрите Внимательно Говорит Раби Шмаэль Если бы Иль Малей Луэллети Эти Сраэль Мимитсраэм Эла Бишвиль Шейн Метамин Шрацин Кешар Мот Если бы Я бы Толко Вывел Из Египта Только По причине Что Они Не Оскверняют Свои Души Что Они Кушают Маленьких Меликопитающих Было Бы Достаточно Даям Это Говорит Их Невеличие Зе Лашон Мала Говорит Почему Я Пишу Здесь То Что Я Вывел Из Египта То Что Было Бы Достаточно Весь Выход Из Египта Дорогие Друзья Только Потому Что Еврейский Народ Не Кушает Что Этих Меликопитающих Какой Связь Весь Выход Из Египта Только По Причине И Это Над Другими Народами Но Так Как Мы Сейчас Объясняем Все Становится Очень Ясно Только Если Человек Послушая Творцу Его Заповедям Даже На Вещи Которые Маленькие Есть И Царарана Это И Человек У Нем Есть Тяжко Только Потому Что Это Запрещено И Человек Отходит От Этого И Он Не Делает Эта вещь И Как Уже Смотрение Так Рано Какой Большую Заслугу Получает Человек Раз Дед Мы Еще Посмотрим Какой Человек Заслугу За Это Получает Но Это Было Достаточно Чтобы Творец Творцу Витовского Из Египта Понимаем О чем Идет Тут Речь Уже Не Говоря А Когда Когда Еврей Соблюдает Какой Заповедь Когда Ему Тяжело Или На Вещи Которые Ему Тяжко Какой Заслугу Человек Получает Ради Этого Было Весь Выход Из Египта Было Достаточно Только От Есть Ецерара Так Как Мы Сказали Это Как Поставить Свою Руку В Банке Полно Змеев Потому Что Есть Заповеди Творца Есть Тоже Ецерара Против Этого Он Хочет Чтоб Да Ты Попробовал Этого Но Творец Говорит Только Вот Эта Маленькая Вещь Которую Ты Соблюдал Ты Соблюдал Вот Эта Маленькая Вещь Была Весь Выход Из Дорогие Друзья Хочу Вам Прочитать Невероятно Большую Митрэш Где Описывают Наши Мудрецы В Митрэш Кохелет Следующий Момент Будущем Мире В конце Дня Дорогие Друзья В конце Дня Ле Тит Лаво Коврид Митрэш В Кохелет Раба А Кадож Борху Моци Карос Умахризот Ве Умер Творец Будет Открывать И говорить И Говорить Ве Умер Коль Мишело Ахал Басар Хазир Каждый Человек Который Не кушал Свинью Миямав Свою Жизнь Явов Вейтал Схаро Пусть Придет И возьмет Свою Заслугу И знаете Что Говорит Один Митрэш Меверб Мота Олам И Многие Из Других Народов Придут Тоже И Скажут То Что Которые Не кушали Мясо Свинины В Их Жизни И Они Скажут То Что Да Мы Не кушали И Дай Нам Заслуг И Не Только Это Есть Еще Другой Митрэш Где Говорится В Как раз Нашей Недельной Главе Рассказывается В Митрэш Танхума Говорится То Что Отвечает Им Творец Каждый Тот Кто Исполнял Митрэш Придет И Возьмет Свою Заслугу В чем Ответ Эти люди Говорят Мы Не кушали Свинью Они Говорят Мы Делали Эту Вещь Творец Машмот То Что Слышно То Что Ответ Не Совсем Позитивно Для Них Дорогие Друзья Говорит Он Битлэви Понятно Почему Потому Что заслуга Только Есть Тогда Когда Есть Тоже Заповедь И Когда Есть Заповедь Тогда Есть Яцер summary Против этого И Пусть Будет Это Маленький Пусть Это Будет Незначительный То Это Будет Непротивный Вот Этот Муравей Который Человек Не Желает Но Яцерlich У него Есть Делай Против Этого Делай Против Желания Делай, потому что это за... Попробуй, что же там находится. А ты переборол это себе, тебе, которому полагается заслуга. Тебе, которому полагается заслуга. И будущий мир творец это будет говорить нам. Ты не кушал, ты не кушал шкаци верамасим, ты не кушал всех этих вещей. Ты приходи. Ябовыйтос хоро. Ябовыйтос хоро. И будущий мир это уже написано в другом Митраше. То, что занимался торой. Пусть придет и возьмет именно свои хоро. И по этой дороге многим на Митрашим. И изучение торой, и соблюдение заповедей. Кушать именно кошерную еду. Ты не кушал, у тебя полагается. А это было все в речи легко. В чем была разница? Была разница в том, что было тебе заповедано. И поскольку было тебе заповедано, у тебя из-за этого есть ицарара. И поскольку ты переборол свою царару, из-за этого тебе полагается это великое благословление, великий заслуга тебе и навыки веков. И посмотрим вокруг, сколько у нас есть этих возможностей, дорогие друзья. Какой любовь есть у Творца. Удостойте еврейский народ, своих любимых детей. Вокруг сколько митцвот. Не зная одну заповедь, человек не знает, что он потерял деньги. Он получает ради этого заслугу. Настолько много и много, когда человек отказывается, отказываясь от того, что человек сохраняет тебе от некошерной еду. И тем более, если мы уже говорим о некошерной еде. Иногда есть, и слышу, мелкие вещи. Мамаш, мелкие вещи, которые... Мамаш, как легко, мамаш, человеку перебороть себе незначительные. Пусть человеку стоит, не знаю, там, 10-20 долларов больше в месяц, если он пойдет, кошерную вещь купит. Но что, ты замечаешь, что там есть ицарара. Там именно ицарара говорит, не-не-не-не-не, оставь, я кушаю эту вещь, я еще не переборол с тебя. Дорогие друзья, это и тот момент, где мы должны именно усиливаться в этом. Человек должен быть, как Рафхайм Канецкий, Зехерд, Садик, Векадош, Левраха. Использовать любой момент своей жизни для служения Творца. Этот момент, которым мы можем удостоиться для нас, для наших детей, на веки веков, не вредно большое благословление, как уже говорил нам в Рабле Зарбе Назария. Как нам говорил уже Рабьос и Митраша, как мы уже прочитали. Откуда мы знаем, что мы можем удостоиться из этих 20 долларов тебе, которые сейчас ицарара не дает, а давай больше. Этим же богатым станешь или низшим. Но нет, если особо нецарар, сам замечает, что это так. Сам замечает, что это так. И это, в конце концов, то, что будет нам считаться, дорогие друзья. В конце концов, ты не кушал, ты получишь заслугу. Тебе же это внови веки веков заслуга. Именно почему тебе здесь царара? Именно потому, что там есть заслуга. Именно. Только вам это было мне, это очень легко. Очень легко. Человеку, который не заповедан. И к этому еще больше доказательства. Говорит гемора. Говорит гемора, то, что Гадола митсува велсе, Йотер мишей на митсува велсе. Посмотрим на чаши весов, дорогие друзья. Логически. Есть у тебя два человека. Мужчина, женщина. Одному была заповедана определенная вещь. Другой не была заповедана определенная вещь. Мужчине было заповедано трясти лулав. Женщине не было заповедано трясти лулав. Кто бы был больше, на первый взгляд, получать заслугу? Конечно, это женщина. На первый взгляд. Женщина, у нее нет заповедей. И она все-таки желает, идет, и хочет, и делает эту вещь. Казалось бы, что это так. Говорит нам Толмуд, не-не-не, мой дорогой. Гадола митсува велсе. Больше есть заслуга у того, у кого есть заповедь, и он да делает, чем у кого нет заповеди, и он делает. Почему? Она вообще не была заповедей. Она пришла со своей инициативой. Она проявила свое доброе желание. Говорит нам Толмуд, не-не-не, мой дорогой. Есть одна большая разница. Разница в том, что человек, который заповедит делать эту вещь, у мужчины, допустим, в нашем примере, у него есть ецер-гара, этого не делать. У тебя заповедь делает сейчас трясилу лав в суккот, знай. С этим заповедем Татсу Геор, то, что называется, приходит вместе с этим его же ецер-гара не делать. Отказываться от этого. А у женщины нет этого. Так за что заслуга? Настолько она заслуга, то, что мы с фарадской большими рабинниками, как Рамбом и так далее, и до сегодняшнего дня так и делают, что мы не благословляем на это. Женщины, ашкеннадские, они могут благословлять, вот Рабину Трамм говорит, что да, может, они могут благословлять. Сфарадские женщины не благословляют до сегодняшнего дня. Но трясти они могут. Если это что, так может быть какая-то заслуга. Но никак у мужчины. Кослась бы все наоборот. Но нет, мы пропускаем этот момент. Если цер-гара в этом вещи, есть зло и начало, которое дает, не, не делай это. Он постоянно всякие вещи делал, он делает тебе там термины на работу, на это, на это, всякие тебе, чтобы запутывать тебя, чтобы ты не делал это заповедь. Все максимально делай, чтобы ты не делал. А ты переборол это. А ты смог перебороть себя. Это то, что считается. Это то, что считается. Если нам маленькая вещь, Творец обещает нам особенное благословление, и мы можем удостоиться, через даже не делая маленькую вещь, удостоиться сколько-то, столько у нас есть заслуга и благословление, дорогие друзья. Когда нам что-то тяжело. Одному тяжело соблюдение шаббата. Другому тяжело делать шкашут. Третьему тяжело пойти в микве. Четвертому тяжело делать уважение родителей. Настолько у человека есть благословление в этом и будущем мире. Можем себе представить.